Купил нашей самой младшей внучке по ее огромной просьбе. Когда был выездной? Когда был без санкции? Я приезжал к детям. А сейчас прям вообще не выезднул? Сейчас абсолютно. Даже в Лондон? Даже в русский город Лондон? Именно в Лондон. Потому что они первые отозвали его визу. Вот вчера был конец. Я думал, американцы начали. Нет, американцы еще раньше. Да, вот это началось все с Америки. А Англия отозвала, у меня была пятилетняя виза, куда я ездил к детям, к своим и к внукам. Они ее отозвали. Но я не страдаю от отсутствия, так сказать. Самое главное, что Нелли... Они к нам приезжают очень часто. А на вас все санкции не распространяются? Давайте не будем, а то сглазим. Я же вообще не понимаю, как... Нелли, слава богу, без санкций живет. А в чем конкретно вот обвинение? То есть вот санкции почему? Крым, Донбасс. Вот и все. А вы не поддерживаете? У меня как бы свое мнение на все. И я отдельный человек. Так, а какое у вас мнение по поводу... Донбасс моя родина. Да. Вот все эти... Я родился в Донбассе. Все эти города, которые звучат в сводках Краматорск. День Победы я встретил в Славянске в 45-м году. В школу я пошел в Краматорске. Да. Учился там, кстати, с одним замечательным артистом, Леонидом Быковым. Войну я провел в 44-м году, когда освободили Донбасс. Я провел уже в разрушенном Донбассе. И вот и сейчас он разрушен. Я не могу не приезжать к моим землякам. И тем более, что меня избрали президентом донецкого землячества. Здесь, в Москве. Поэтому я оказался в списке номер один. А вы когда первый раз приехали на родину любимого мужа? Вы же были там? Я первый раз приехала, знаете, сколько? 46 лет тому назад. Да? А при каких, кстати, это были гастроли? Все поездки, связанные с Иосифом, всегда были гастроли. Он так планировал свою жизнь, что без гастролей ему было просто неинтересно никуда ехать. Днем мы гуляли по городу, обязательно ходили на базар. Он очень любит ходить на базар. Ездили на экскурсии, встречались с друзьями. А вечером обязательно, непременно условия, чтобы был концерт. А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. И так с первого дня. Так он запланировал наш медовый месяц. Когда мы сразу после свадьбы отправились в Прибалтику, я размечтала, что мы будем отдыхать, гулять, ходить по музеям, ездить на природу. И когда нас, я помню, первый город был Каунас. Встречает администратор и говорит, здравствуйте, Йоси Давыдович. Сегодня вечером у вас два концерта. И я такая вся выхожу из поезда и говорю, мы по два концерта работать отказывались. Музыканты вышедшие тоже из поезда просто грохнули, все стали смеяться. А Йосиф так смотрит и этому администратору говорит, сделайте, пожалуйста, мне сегодня три концерта. То есть девочку на место поставил сразу. Он на меня смотрит и говорит, никогда больше не вмешиваюсь. Я вот правда стараюсь в его концертную деятельность не вмешиваться. Потому что была научена с первого раза. Я помню, что, Валерий Курасович, легенда так гласит, что чуть ли не на первом свидании, когда в театр вы пошли, он вас в театре там оставил, в одиночестве, занимаясь какими-то государственными делами. Высоцкого, по-моему, да, вы пробивали возможность, чтобы в спектакле прозвучала песня Высоцкого, по-моему, да? Так, можно я сейчас, простите, пойду с таблеткой или что-то с гором? Хорошо, хорошо. Может, просто принесут? А кто знает, где мои таблетки? Никто не знает. Вы помните эту историю, когда вы посадили ее, а сами ушли? Нет, это было уже позже. Потому что первый раз я встретил Нелю в доме, такой был конферансье, царство небесное, Эмиль Радов. Да. Неля приехала с приятницей и семьи Радовых, и вот меня позвали, конечно же, с надеждой на то, что... До смотрины, да? Да, смотрины такие были. Неля совсем юная была, 20-летняя. Конечно же, она мне сразу понравилась. Конечно же, я влюбился. Но не показывал. А потом она уехала в свой Ленинград. Я перезванивался с ней и договорился, что я приеду в Ленинград познакомиться с ее мамой, с моей будущей тещей. Я приехал с цветами, дверь открыла теща. Мы с ней подружились на всю жизнь. У нее была очень сложная жизнь, блокадница. Муж был осужден, у них конфисковали все имущество. Это знаменитое Рокотовское дело. Ага, да-да, валюта. Она была красивой, умной. И, скорее всего, она повлияла на то, чтобы мы соединили наши судьбы. Потому что мы с ней сразу нашли общий язык. Это важно. Да. И она, собственно говоря, потом, впоследствии, воспитывала наших детей. Вот, Андрюшу, Наташу. Мы ее перевезли в Москву. Я сказал, хватит работать в общепите. Отдыхайте. Слава богу, у вас зять не бедный человек. Нель подошла к нам. И я такой вопрос. Мы про тещу говорили. Иосиф рассказывал про тещу. А как вы считаете, Нелли, какая теща? Теща? Вот да, как вы оцениваете? Она потрясающая бабушка. Так. И потрясающая теща. Не чтобы я таких слов употребляю. Ну, я свекровь тоже неплохая. У меня две невестки. Я с обеими дружу. Когда появлялись у Андрея девушки, потом невесты, жены, вы фильтровали? То есть у вас было право вверх? Андрей уже взрослый человек. Понятно. Состоявшийся. Отец троих детей. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. Мы с Иосифом в его жизни видели, и он нас познакомил только с двумя женщинами. И эти женщины впоследствии стали его женами. Другое дело, что он в официальном разводе с первой женой, они прожили 10 лет, замечательно, счастливым браком. У них родились две прекрасные девочки. И я считаю, что это все равно был счастливый брак. И Катю, его первую жену, мы очень любим, уважаем, мы общаемся, мы дружим, мы перезваниваемся. Она сохраняет семейные узы и традиции, поэтому она очень хорошая и теща, и свекровь, и бабушка, самое главное. Я очень горжусь, что у нас получилось сохранить такие замечательные отношения. Что касается второй жены Андрюши, Насти, она и сейчас живет с нами. В 100 метрах мы живем друг от друга. И, естественно, когда рядом живешь, то и часто видишь, и общаешься. Я в курсе всех их дел, проблем, ситуаций. То есть мы, ну, мы как бы живем вместе, поэтому о чем говорить? А то, что у Андрея не складывалась личная жизнь. Ну, как бы, он такой особенный человек, наверное, он такой интроверт, такой он глубокий, серьезный. У него такой философский, пессимистический взгляд на жизнь. То есть вот он... От кого это? Не знаю, ни в меня, ни в Йосиф. Он козерог. Да, я поэтому и спрашиваю. Вы знаете, он козерог, но он очень хороший отец. Просто необыкновенный совершенно отец. Очень много уделяет времени детям. Ну, так вот его жизнь сложилась. Может быть, он еще кого-то встретит. Всякое бывает. Ну, конечно, впереди-то еще. Ну, я бы этого хотела. А он мне говорит, мам, все будет хорошо, не напрягайся, расслабься. Я думаю, что все будет. Добрый день, друзья. 30 августа 2018 года, пять лет назад, остановилось сердце Иосифа Давыдовича Кобзона. Я никогда не был поклонником певца и артиста Кобзона, но я всегда восхищался им как личностью, очень уважал его и ценил его хорошее ко мне отношение. Несколько раз с ним беседовал, в том числе в эфире, и сегодня решил оставить фрагмент одной из таких бесед.